добрый день дорогие друзья с вами капля и мы продолжаем говорить о наших врагах еще одна вещь позитива в этом в этих отношениях это то что враги это тренеры любви нам очень просто нам очень легко любить тех кто любит нас но истинная любовь это когда мы исполняем заповедь христа из нагорной проповеди где написано возлюбите врагу ваш мы встречаясь с нашими врагами просто должны как христиане проявлять любовь но к сожалению не всегда это получается особенно когда ты сталкиваешься с ними в первый раз ты обязательно проявишь что чем ты наполнен ты выразишь то кем ты являешься так вот когда мы с вами говорим о врагах как учителях любви вы должны понимать что за первым провальным уроком в обязательном порядке последует второй третий четвертый пятый шестой они будут приходить и оскорблять они будут приходить и делать всевозможные негативные вещи в наш в нашу жизнь но именно враги это те люди кого нам нужно научиться любить кого нам нужно научиться по-настоящему прощать это именно те люди для кого мы должны как бы вывернуть нашу душу и найти вот эти крупицы семени любви для того чтобы посеять это в них мы не сможем знаете однажды утром проснуться и уметь любить или там с легкостью прощать тех людей которые нас обижают это просто невозможно для того чтобы любить как любит бог необходимо этому учиться необходимо день это дня стирать себе эгоизм где-то брать на себя где-то пропускать пропускать через себя где-то игнорировать и вот это соотношение его нужно найти враги это те люди которые учат нас любить если мы не будем пытаться любить в ответ конечно же мы никогда не научимся и первое что мы должны выучить в этом уроке это то что мы должны любить этих людей и потом мы учимся как мы можем это сделать потом мы учимся как побороть себя обиженного оскорбленного раненого в том чтобы начать все-таки любить врагов мы не задаем вопрос почему мы должны это делать но если мы с вами желаем быть зрелыми личностями мы должны быть людьми которые на все отвечают любовью а для того чтобы научиться это делать нам нужно тренироваться на наших врагах потому что это те которые всегда будут предоставлены нам они сами предоставляют себя нам для того чтобы мы тренировались на них в нашей любви при этом они всегда будут ее испытывать при этом они всегда будут сомневаться в искренности наших поступков и при этом зачастую и чаще всего они будут правы в этой искренности поэтому любите врагов ваших они научат вас настоящими и и